Волшебник, который умел делать кометы. Как-то раз один волшебник придумал машину, которую могла делать кометы. Она, правда, немного походила на машину для приготовления лапши, но на самом деле это была совсем другая машина. Она изготовляла кометы. Какие угодно, большие или маленькие, с простым хвостом или с двойным, желтого цвета или розового, какие угодно. Волшебник ездил из города в город, из селения в селение, не пропуская ни одной ярмарки. Он побывал даже на Миланской ярмарке и на ярмарке лошадей в Вероне. Всюду он показывал свою машину и объяснял, как она проста в обращении. Сначала комета получалась маленькая-прималенькая и держалась на ниточке. А потом, по мере того, как она поднималась вверх, она вырастала и становилась огромной. И все же справиться с нею было легче, чем с бумажным змеем. Вокруг волшебника, как обычно, собирались любопытные. Всегда ведь толпится народ там, где на базарах демонстрируют машины для изготовления необычайно тонких спагетти или для очистки картофеля. Но никто ни разу не купил у волшебника даже самую маленькую комету. «Будь это воздушный шарик, ну еще куда не шло», сказала одна женщина. «А купи я своему сыну комету. Кто знает, каких дел он натворит с нею». «Не бойтесь», – уговаривал ее волшебник. «Будьте смелой женщиной, ведь ваши дети полетят к звездам, и надо их с детства приучать к этому». «Нет уж, спасибо. Пусть к звездам летит кто-нибудь другой. Мой сын туда не полетит». «Кометы! Кометы! Кому нужны кометы?» Но никому не нужны были кометы. Бедному волшебнику немало пришлось поголодать, потому что он не выручил за свои кометы ни одной лиры. Под конец от него уже вообще остались одни кожа да кости. И однажды вечером, когда ему особенно сильно хотелось есть, он превратил свою машину для изготовления комет в головку тосканского сыра и съел ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok